Дорогие друзья, мы с вами проходим курс второзакония. Тема наша – благословение или проклятие, жизнь или смерть, выбор за вами. Вот так книга второзакония ни больше ни меньше оставит вопрос ребром. Твой выбор. И мы с вами сегодня у нас третье занятие. Мы уже два из них рассмотрели. С первой по четвертую главы. Моисей объясняет новому поколению и открывает им причину, почему их отцы не вошли в землю обетованную. Он рассказывает им о том, как они потерпели урон и поражение из-за того, что они не послушались Бога. Потому что они засомневались в Божьем обетовании и решили своими человеческими силами проявить некую бдительность, когда пошли и послались саглядатаев, вернулись, напугавшись, не пойдем мы в эту землю. И новое поколение – это дети тех, которые остались лежать в пустыне. Им надо переходить в землю обетованную. И Моисей – это глыба, это пророк, который настолько был кроток, что более кратчайшего человека на земле не было. Но при этом это человек, который знал Бога, и он передает им суть благословений, если они хотят их пережить в новой земле и остаться как народ. Сохранилась, чтобы нация. Что им надо делать? Это сделать хорошие выводы из ошибок отцов. Второе – это тема уже второго урока – это сами заповеди. Вот вы собираетесь переходить через Иордан. А как вы там будете жить? Соблюдение заповедей, пребывание в Слове Божьем, любовь к Богу – вот то, что может сохранить вас и дать благословение. Третье сегодняшнее наше занятие. И мы поставили тему «Кто есть Бог и как служить Ему» из второзакония 9-й и 11-й главы. Мы идем подряд. И сегодняшние три главы мы объединили вот с таким размышлением на тему «А кто есть Бог?» Вообще книга второзакония, она раскрывает нам характер Бога. И это очень важно, потому что знание, не знание как информационное, а знание как откровение, оно дает нам силу противостать греху и правильно служить Богу. Потому что мы озаглавили «Как же слушать Богу?» Вот смотрите, народ израильский собирается идти в землю. Это из первого урока «Извлеките урок, непослушание будет поражение». Из второй темы «Не только знайте о заповедях, соблюдайте эти заповеди». Сегодняшняя наша тема «А ну хорошо, соблюдайте заповеди». А что делать надо? Служить Богу, потому что Писание говорит, мы рабы у Господа. И рабы, знаете, если Господь, Он Адунай, Хозяин, то нам надо, знаете, у Хозяина все работники знают, чем они занимаются. Мы, как Божье строение, Божья Нива, Церковь Божия, каждый из нас отдельно верующий, как мы служим Ему? Это хороший вопрос. И Моисей показывает молодым, служите Богу. Потому что, знаете, у трудней нету. Вот в пчелиных уликах, если не служишь, то просто трудней, там пчелы быстро разбираются. Господь учит нас, что и мы призваны служить Ему в Божьем винограднике. Вот дал Господь имена, избрав Адама и Еву на служение земле. Он ведь им сказал, дайте имена. Ведь Господь сотворил все, а вы дайте имена. Это сработники. Когда камень отвалил, отвалить должны были ученики. Иисус Христос воскресил Лазаря, но вы, ученики, идите, отвалите камень. Это намного легче, чем воскресить. Но тоже что-то делайте. А что же это надо делать? Как служить Богу? Это тема третьего нашего урока. Значит, сегодня у нас главы с 9 по 11. И вы помните, как делится вся книга в Тарзаконе. С 1 по 4 Моисей повторяет им историю народа, чтобы молодое поколение знало эту историю и училось на ошибках. С 12 по 26. Какие уставы Бог дает? Какие наставления, которые надо соблюдать? С 5 по 11. Как жить в обитованной земле? Потом с 27 по 30. Необходимость послушания. Еще раз повторю. С 1 по 4. История народа. С 4 по 11. С 5 по 11. Как жить в обитованной земле? С 12 по 26. Уставы и наставления. С 27 по 30. Послушание. Выбор. И последние 31 и 34 главы. Это прощальные слова Моисея. Здесь песнь благословения Моисея. Второзаконие происходит от слова, знаете, второй закон. Так вот, по-еврейски оно звучит по-другому. Эл-де-хаде. Си и суть слова. Потому что книги у евреев назывались по первым словам книги. А первые слова книги второзакония звучат. Си и суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам. За Иорданом. Итак, давайте три речи здесь, Моисея. С 1 по 4. Это первая речь. Вторая речь. С 5. И аж по 26 главы. Здесь уголовный кодекс, гражданский кодекс, как соблюдать заповеди, почему их надо соблюдать, какое благословение от соблюдений. И, наконец, последняя речь Моисея касается завета, ну и последних его прощальных благословений. Давайте перейдем мы с 5 по 11 главы. С 5 по 11, наверное, с 9 по 11, да? Да, с 9 по 11 главы. Давайте озаглавим 9 главу. Господь, Бог идет впереди тебя. 9 глава, 3 стих. А мы с вами озаглавили первую колоночку. Характер Бога, каков Бог? И если ты знаешь и узнаешь и познаешь Бога, ты будешь знать, что надо делать. Бог желает, чтобы мы его слушались и показать благословение от послушания, но вначале с характером. Итак, каков Бог? 9 глава, а 3 стих сказано, что Бог твой идет перед тобою, как огонь поедающий. Бог избирает народ, Бог говорит народу, иди, но при этом Он обещает, это я иду впереди. Тебе надо только следовать за Мною. Далее мы видим, Господь говорит, когда, в 4 стихе, будет изгонять Господь врагов перед тобою, да? Бог твой от лица твоих изгонит, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сией землею, и что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. И внимательно, 5 стих, не за праведность твою, не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народа всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку, Иакову. Видите, Господь праведен, какая у нас есть праведность? Вся наша праведность, как запачканная одежда, говорит пророк Исаия, а Господь Яхвы Циткейну, Господь оправдание наше. Не за наши дела мы имеем благодать, не по делам сказано, но благодать наша от Иисуса Христа, Он наша праведность. Так вот, помни, не забудь, в 7 стихе, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел из земли египетской, с самого прихода вашего на место сие, вы противились Богу. Вот какая характеристика народа в этой голове. И в 12 стихе сказано, вы скоро уклонились от пути Божьего, вы сделали себе литые стуканы. В 13 стихе определение народа. Народ жестоковыйный. В 16 стихе согрешили против Господа, сделали литого тельца, уклонились от пути. И сделали, в 18 стихе, зло в очах Господа, раздражив его. В 23 стихе не поверили, не послушали, в 24 стихе непокорные. Это характеристика народа. Какая это праведность? И поэтому Господь говорит, знай, что не за праведность Господь тебе дает эту добрую землю. Потому что вы народ жестоковыйный. А почему он дает? Потому что Бог верен в своем завете, обетованию, которое он дал своему народу. Вот характеристика Бога. Мы видим, значит, в 10 главе, какая его характеристика. Здесь Господь говорил Моисею, чтобы он вытешил себе две скрижали. Во 2 стихе сам Господь написал на скрижалях слова, которые были в прежних скрижалях, которые разбил Моисей по раздражению, и дал повеление положить их в ковчег. И дальше мы видим, Господь во 8 стихе говорит, что он отделил колено Левина, чтобы носить ковчег завета, представить пред Господом, служить ему и благословлять именем его, как это продолжается до сегодня. Вот еще открывается характеристика Бога, когда Господь избирает колено. Для чего? Левина. Чтобы одно колено служило всем 11 коленам. Они не должны были иметь своих полей для того, чтобы они были заняты духовным образованием, назиданием народа Божьего. И поэтому вот тема наша. Что же надо делать? Надо служить Богу, потому что мы все есть левиты. Новый Завет говорит, вы, цари и священники. А священники, они служили словом. Они наставляли народ. Что делаем мы, как священники? Весть о Христе несем. Мы несем в познание о Господе. Итак, 10 глава. Здесь ключевой стих 20. «Господа Бога твоего бойся, ему одному служи, к нему прилепись, его именем клянись». Вот что должен был делать народ. Это бояться Бога и служить Богу. Это повеление Моисея молодым, что надо делать в новой земле. И отсюда секрет всех благословений. Поэтому если вы хотите иметь благословение в жизни, в работе, в семье, в любом начале каком-то, а знаете, не начало венчает, а конец, но начало должно быть, фундамент должен быть основательным, хорошим. Вот секрет. «Господа Бога твоего бойся, ему одному служи, к нему прилепись, его именем клянись». И здесь давайте запишем в первую колоночку, где характер Бога, 21 стих. «Он хвала твоя, Он Бог твой, который сделал с тобой те великие страшные дела, какие видели глаза твои. В семидесяти душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». Видите? Значит, здесь показана Божья сила, Божье могущество. Их пошло 70 человек всего в Египет. А вышло, по некоторым подсчетам, около трех миллионов человек, если только 600 тысяч мужчин. Вы можете представить, какая огромная армия, это при том, что они были в рабстве, это при том, что, казалось бы, не было никакой возможности не просто жить, а выжить. Но когда ты с Богом, ты и в трудных обстоятельствах имеешь благословение. Обратимся к 11 главе. Благословение послушания Богу. Так озаглавим эту главу. Господь говорит, «Люби Господа Бога, первый стих твоего, люби Господа Бога твоего, соблюдай, что повелено им соблюдать, постановление Его законы, заповеди Его, повеление Бога. Люби и соблюдай заповеди». Только тогда ты сможешь правильно служить Богу. Потому что мы бы, как верующие, конечно, в те хотим служить. Но в каком состоянии наше сердце? И вот эта тема с 9 по 11 главы. Какое твое сердце перед Богом? Какое твое послушание? Какая любовь твоя к Богу? Потому что отсюда следует, как ты будешь служить. И когда у нас проблемы со служением, и мы думаем, как тут не получается со служением, не знаю, где служить, или начинаю, не заканчиваю, или нет успеха в служении. «Знаете, для Господа важнее я лично. Даже не то, что ты делаешь, твое сердце, как следствие служение будет, но если сердце твое перед Богом, в правильных взаимоотношениях с Ним». Смотрите, что говорит Господь в 11 главе. Он говорит о заповедях, Он говорит «Вспомни чудеса». Запишем в первую колоночку. У нас характер Бога. Если вы помните, да, характер Бога и послушание и благословение. Так вот, в первую колоночку давайте запишем, что Господь, Он из этой 11 главы, те великие знамения с Египтом, с войском египетским. Пятый стих, что Он делал для вас в пустыне, что Он сделал, шестой стих с Дафаном Авинором, сынами Ильява. То есть показана сверхъестественная сила Божия. «Господь есть крепость моя, Господь есть сила моя», постоянно говорил Давид об этом. И мы, знающие Бога, не просто знаем, что Он сила, но мы имеем эту силу. И Господь говорит, «Все могу», через апостола Павла, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И Христос при воскресении Своем сказал ученикам, «Вы примите силу и сделайтесь мне свидетелями в начале Иерусалима, в Иудее, Иерусалиме, там дальше, в Самарии, даже до края земли». Так вот, сила Божия, характер. Дальше мы видим результат. Вот сюда запишем, как благословение. Восьмой стих. «Соблюдайте заповеди». Почему? Потому что вы идете в землю, 11.8, и овладеете землею. Девятый стих. «Дабы вы жили много времени в той земле, которую клялся Господь Отцам вашим дать им, и семени их на земле, в которой течет молоко и мед». То есть, вы не только овладеете, но в этой земле она особо благословенной будет. Дальше благословение можем записать, давайте, от 10, 11, 12 стих, и просто перечисляя, что это земля с горами, долинами, дождь небесная. Дальше. «Господь печется об этой земле», 12 стих. «И очи Бога твоего непрестанно на этой земле от начала года и до конца». Какие благословения, когда очи Бога непрестанно твоей внутренней в сердце земле, когда Он заботится и о наших делах, и заботится о наших благословениях, обо всем. Поэтому, если вы идете в эту землю, для чего вы туда идете? Чтобы служить. А когда вы служите, Бог благословляет даже так, о чем не могли и подумать, о чем не могли даже и мечтать, 14 стих. «И дождь в свое время раннее и позднее, пятнадцатый трава полевая для скота, будешь есть, насыщаться». Но шестнадцатый, когда будешь есть, насыщаться, тут сказано, «Чтобы берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, вы не уклонились и не стали служительным богам, не поклонялись им, потому что восплавнится гнев Божий, вы потеряете и погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». И очень важно отношение к Слову Божьему на обетованной земле, потому что так ты можешь правильно служить, если ты слушаешься Слова Божьего. И здесь с восемнадцатого по двадцать первое отношение к Слову. «Положи Слово в сердце, на руку, повязка над глазами, учи сыновей, когда сидишь, стоишь, дорога идешь, ложишься, всегда пребывай в Слове». На руку – это, знаете, все, что не делаешь, чтобы это было согласно Слову Божьему. «Сюда все, что не думаешь, чтобы это было согласно Слову Божьему». «И ложась, и вставая, и идя, и наставляя детей». Видите, двадцать первый стих. «Дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которые Господь клялся дать отцам вашим. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди, которые заповедую вам исполнять, будете любить Бога вашего, ходить всеми путями Его, прилипляться к Нему». И двадцать третий стих. «То изгонит Господь все народы сие от лица вашего. И вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. И овладеете всяким местом, на которое ступит нога ваша». Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. И поэтому, как заключительный стих 32 в 11 главе, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня. «Вот, родные мои, мы увидели характер Бога. Бог все время стоит на своих заповедей, на исполнении их. И Моисей все время это повторяет. Кажется, Моисей, ты же нам уже это сказал в предыдущих главах. Мы проходили с 5 по 8, как обстоятельно там сказано о главах. Почему здесь 9 по 11? Вы смотрите, везде ключевое это слово, это центральная идея всего второзакония. Как узнать характер Бога? Как служить Богу? Как правильно жить? Как иметь благословение? Ну, у Бога есть принципы. Эти принципы построены на том, что Бог желает, чтобы мы знали, каков Он, а Он Бог, устройство и порядка и высшей справедливости. Поэтому Он дал нам законы, по которым надо жить. И если мы будем так жить, то мы будем благословенными. И, конечно, очень важно в контексте Нового Завета, Христос, Он дает нам силу жить по слову. Он дает нам силу выполнять эти заповеди. Потому что можно знать Бога, но при этом не жить так, как учит Господь. Поэтому послушание – это очень важная тема. И в Новом Завете мы знаем, Христос говорит, «Я есмь путь истинной жизни. Я путь истинной жизни. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Пришли к Богу. А дальше как жить? Надо Богу служить». И вот эти ключевые мысли. Зачем ты идешь в обитованную землю? Это вопрос, который задает нам этот урок, чтобы служить Богу. Потому что мы здесь видим с 9 по 11 главы, как важно служение Богу. Смотрите, 10-12. «Итак, Израиль, что требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». Вот служение Богу – это великое благословение. «Служить Богу». И эта мысль о служении, она, знаете, идет и дальше. У нас 11-20. «Господа Бога твоего, бойся Ему одному, служи к Нему, прилепись Его именем, клянись». А что значит служить Богу? Если мы посмотрим контекст, здесь выше стихи говорят. Вот Бог дает суд сироте, вдове, любит пришельца, дает ему хлеб, одежду. 19-й стих 10-й главы. «Любите вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». Что значит служить? Правильное отношение к ближнему. Любить ближнего, заботиться о ближнем. Поэтому любить Бога – это не абстрактное такое выражение «я люблю Бога». А как это выражается, что я люблю Бога? «Как по моей жизни видно, что я служу Богу, и что я люблю Бога?» И поэтому все второзаконие построено на призыве Бога, как относиться к ближнему. В Новом Завете Христос говорит «Люби ближнего, как самого себя». Но эти слова были сказаны еще и раньше. В книге второзакония «Люби ближнего, как самого себя». И вот книга второзакония показывает служение Богу, в частности, как служение ближнему, когда мы несем этому ближнему свет Христов и учим Божьим заповедям. И когда мы по отношению к ближнему поступаем так, как поступал Христос, что желаешь себе – сделай другому, что не желаешь себе – не делай другому. И в этом занятии с 9 по 11 главы я вам советую, вот я вам покажу здесь, показала здесь две колоночки «Заповеди Господни» и «Результат исполнения заповедей». Вот, пожалуйста, поработайте с этими тремя главами и выпишите все, что вы узнали о заповедях Господних. Вот здесь мы записали все, что узнали о характере, я вам дала стихи. Здесь даны стихи о заповедях Господних. Какие они, о чем они, как к ним надо относиться, серьезность заповедей? А во второй колоночке «А каков результат исполнения заповедей Господних?» И мы видим, Писание говорит, «Дабы тебе было хорошо». И результат заповедей Господних, читая 10.13, «Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановление Его, которое сегодня заповедует тебе, дабы тебе было хорошо». В 8 стихе, «Дабы вы жили» из 11 главы, «Дабы вы жили много времени в той земле, в которую вы идете». Выпишите все, пожалуйста, и посмотрите, какие благословения нам даны в послушании Господу. Поэтому, какой бы мы, скажем, сделали вывод. Молодое поколение идет в новую землю. Они получили урок отцов. Дальше мы увидели, они увидели, что надо строить свою жизнь на заповедях. А сегодняшний урок – зачем ты идешь в эту новую землю? «Чтобы служить Богу». Как служить Богу, задаемся вопросом? Это соблюдать Слово Божие. Потому что мы прочитали с 11 глава, с 23 по 25 стихи. Смотрите, тут сказано так, выше о слове, да? «Положите слова в 18 стихе в сердце, навяжите на руку». То есть пусть Слово всегда будет у нас не только перед глазами, но желая всегда, ну, чтобы было в действии у нас. И с 23 по 25 стих, как результат, «Вы овладеете тогда этой землей, и никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред всеми, и перед вами наведет трепет перед вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам». Поэтому будем служить Ему, поскольку мы соработники у Бога. Божья Нива. И сегодня мы рассмотрели, в характере Бога Господь желает нас видеть соучастниками в Его служении. Бог делает нашу работу. Не мы, Он и без нас мог бы ее сделать. Но Он пригласил нас, чтобы мы, выполняя служение, повеление Господне, были довольны жизнью, были счастливы и были благословенны. Поэтому служение – это неотъемлемая часть христианина. Зададимся вопросом, служу ли я Богу? И второй вопрос – как я служу? И здесь очень важно увязать это с тем, знаю ли я характер Бога, что Он, каков Он, что Он ожидает от меня, каково мое послушание Богу, и имею ли я те благословения, о которых говорит Писание. Поэтому Бог желает, чтобы тебе было хорошо, а ты, дорогая душа, служи Ему. Каганда, чем-то верно. Спасибо. Продолжение следует...